Всех сердечно приветствую, братья и сестры. Сегодня, как мы уже слышали, у нас необычное служение. И в этот день, я думаю, что этот текст еще будет прочитываться, но я коротко его прочту, чтобы сакцентировать внимание на одной мысли. Первое постание к Коринфянам, 11 глава, повествование о том, как должна совершаться вечеря. С 23 стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Братья и сестры, очень много людей, которые были знаменитыми вождями, которые в истории занимали определенное место, серьезное, и на которые очень часто люди указывают, чтобы мы брали пример с них, никогда и ни об одном человеке не сказано. вот подражайте его смерти. Подражайте жизни, вот посмотрите, как он жил, посмотрите, вот что он сделал, жизни его подражайте. Но ни о ком не сказано, что вы подражали смерти. Братья и сестры, мы здесь видим, смерть Господню возвещаем. Всякий раз, когда мы совершаем заповедь, смерть Господню возвещаем. И у меня возник вопрос, а почему этой смерти уделяется так много внимания? Почему о смерти Иисуса Христа, а не о смерти Сократа, а не о смерти Платона или каких-то других людей, мы не возвещаем, а только о смерти Иисуса Христа? Почему он умер, и почему так важна его смерть? И почему о нем возвещаем? Братья и сестры, отвечая на этот вопрос, я хочу взять текст Священного Писания, и именно по этому тексту Священного Писания мы вместе порассуждаем и ответим на этот вопрос. Почему так важна смерть Господа нашего Иисуса Христа? Вторая глава послания Колоссянам с 13 стиха. Вторая глава послания Колоссянам с 13 стиха. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору, восторжествовав над ними собою». Братья и сестры, мы здесь находим ответ на этот вопрос, который я задал. Зачем Он умер? Почему именно смерть возвещаем? Почему так важна эта смерть для каждого человека на земле? Не только для тех, кто уже принял Иисуса Христа и возвещает эту смерть, а для всех человеков эта смерть важна. И первый, в чем заключается вот эта величайшая потребность в возвещении смерти, да, или знания, в чем заключается эта смерть, мы находим в первом стихе, 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей». Братья и сестры, этот стих открывает нам, или вот этот стих утверждает, что каждый человек, каждый человек нес на себе бремя греха. И я больше скажу, он несет на себе бремя греха. «Плоть человеческая, она греховная». Братья и сестры, и поэтому смерть, она так важна. Мы сейчас немножечко дальше разберем. Но почему? Почему грех? И почему нужна смерть? А потому что написано «Возмездие за грех смерть». По справедливости каждый человек, грешный человек, он должен понести наказание. Возмездие за грех смерть. Многие люди, они говорят, ну, я не такой уж и грешный. Знаете, вот совсем недавно тоже общался с людьми, раздавал газеты. И вот, когда разговариваешь, начинаешь говорить немножечко глубже к сердцу человека, говоря о том, что имеется порог, порог греха, и Господь от этого порога греха освобождает. И человек сразу говорит, да, я в принципе, я не такой уж и грешник. Я ничего плохого не сделал. И всегда сравнивается с тяжкими какими-то грехами. Убил, украл, еще что-то сделал. Вот тяжелые грехи. Вот в сравнении с вот этими тяжелыми грехами мы, в принципе, в неплохом, да, положении. Ну, и люди вокруг. Да, на самом деле, никто, ну, вот себя не ставит на положение погибшего грешника. Никто не ставит. А если себя сравнить именно с Иисусом Христом, какой Он чистый, непорочный, то мы видим, что мы на самом, на самом дне. Смотря с кем сравниваем, братья и сестры. Знаете, человеку свойственно оправдываться. И это мы видим среди наших детей, как дети оправдываются, когда их за шкодой какой-нибудь поймаешь, сразу начинается какое-то оправдание. Или даже, знаете, вот я думаю, что каждый кто-то видел ситуацию на дороге, когда столкнулись две машины. Вы замечали тогда, что открывается дверь, выходит и говорит, ой, прости, это я виноват, я вот такой сякой, вот я так поступил. Ну, редко такое увидишь. И я такого не замечал. Обычно люди выходят за голову, да что ты натворил, да что ты сделал, да ты, ты, ты виноват. Своей вины люди не ищут. Знаете, я наткнулся на одну такую статью, статью ГИБДД, где выписали пояснение из протоколов людей, которые пытаются себя выгрозить, тогда, когда они попали в ГИБДД, в ДТП. Вот послушайте. Эта машина столкнулась со мной без всякого предварительного предупреждения. Гоняясь за мухой, я выехал, въехал в телефонный столб. Этот парень метался по всей дороге так, что мне пришлось изрядно помучиться, чтобы не наехать на него. Пешеход сам не знал, в какую сторону ему идти, и поэтому я наехал. Я перестроился в крайний ряд, потому что взглянул на свою тещу и заехал на тротуар. Братья и сестры, возможно, эти пояснения, они вызывают у нас улыбку, но это говорит о нашей испорченности. Люди пытаются выгородить себя как-то, чтобы вот вину свою, ну, меньше сделать. Ну, вроде бы как, ну, я виноват, но, знаете, есть причины этому, почему я виноват. И если каждый, ну, в сам себя посмотрит, то мы тоже пытаемся как-то загладить. Просим прощения. Господи, прости. Но ты же знаешь, но ты же знаешь вот эти обстоятельства. Я вот в этих обстоятельствах именно поэтому так и поступил, братья и сестры. Но причина не в этом. Причина в том, что каждый человек, он испорчен этим грехом. И здесь даже так сакцентировано сильно. И вас, которые были мертвы. То есть грех уже привел к мертвости, к моральной мертвости. И человек, он не понимает и не сознает, что он делает. А почему? А потому что скверны много. Оскверняется. А потому что вокруг этой скверны очень много. В Евангелии от Марка в 7 главе с 20 по 23 стих Иисус говорит, что оскверняет человека. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи. Изнутри выходит все. Злые помыслы. А в Нагорной проповеди Господь Иисус Христос, Он указывает на то, что как было в законе, а как я учу. Что в законе, если ты прелюбодействовал, то ты повинен. А я говорю, что если только посмотрел, уже повинен, уже осквернился. Братья и сестры, и мы с вами подвержены вот этой скверне. Если не храним себя в своей жизни каждый день. И знаете, Господь нас простил, омыл, помиловал. Но если мы каждый день не будем приближаться к Господу и быть ближе с Ним в общении, познавать Его больше и глубже, мы каждый день будем нуждаться в Нем. Мы каждый день будем осознавать свою вот эту испорченность греховную. О том, что где-то не устояли, где-то осквернились, где-то дали волю плоти своей, как и изнутри оно все вышло. А смерть, отвечая на наш вопрос, Господа нашего Иисуса Христа, она дала возможность освободиться от этого. Она дала возможность удалить это все из нашей жизни. Оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. А вот что сделал Господь Иисус Христос для каждого из нас. Он оживил, то есть сделал так, что теперь смерть, она не властна надо мною. Оживил вместе с Ним. А как это произошло? А дальше апостол Павел рисует такую картину, как вот это оживление произошло. И он применяет здесь такие несколько очень, как мне кажется, важные моменты и утверждения, которые здесь есть. «Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Братья и сестры, что это за рукописание? Что это такое? Рукописание – это слово, если перевести, вот посмотреть в греческом переводе, хейрографон на греческом звучит. Вы не замечаете, вот с каким словом оно очень созвучно? Хейрографон – автограф. Другим словом, это автограф, это то, что о тебе писали, то есть такая записка, вексель такой, которую подписывал один из людей в подтверждении суммы долга. И вот враг душ человеческих, он пишет все наши мысли, не мысли, наши дела, наши поступки. Для чего? Для того, чтобы потом предоставить как акт определенный виновности перед Богом. Человек виновен, посмотри, он живет так, как я, его учу, так, как по моим путям ходит. Он мой, он мой. Вы помните, братья и сестры, в книге пророка Исаия, в 42 главе, есть такие, такой стих сейчас. 42 глава, 22 стиха. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Вот в таком положении находился каждый человек, разграбленный, разоренный, а еще и долговая записка, а вот еще вот претензия к нему, он живет и поступает так. И никто не говорит, отдай назад. Не было такого. Не было такого человека и не было того, кто бы мог сказать, отдай назад. Но Господь Иисус Христос это сделал. Господь Иисус Христос своей жертвой на Голгофе, Он сделал это, Он разрушил все. И Он сказал, отдай назад, это Мои. Он забрал эту долговую записку, которая тебя обвиняла, меня обвиняла, и пригвоздил ко Кресту, тем самым освободив нас от всякого долга. Вот это слово долг, оно еще раз встречается в Священном Писании. Вы помните, когда Иисус Христос говорил одну притчу, что у одного взаимодавца было два должника. Один большую сумму должен был, другой поменьше сумму должен был. Но обоим, так как не было чем заплатить эти долги, Он обоим простил их, эти долги. И вот это же самое слово, вот здесь как долг, оно и там встречается. Вот как Господь там приводит этот пример прощений долга, так и здесь Он взял и истребил рукописание, которое писалось против нас с вами и пригвоздил ко Кресту. Второе. Он отнял силы у начальств и властей. Пятнадцатый стих. Но прежде хочу заострить внимание еще на слово «истребить» я пропустил. Истребить – это значит удалить полностью, что его уже не было. И вот почему именно рукописание? Вот в то время, братья и сестры, ценность рукописания была очень высока. На сегодняшний день у нас очень много листочков бумаги, и эта бумага, она не такую ценность имеет. Хотя, вы помните, совсем недавно был кризис бумаги. И бумага стала стоить очень и очень дорого. Вот и заходишь, даже вот мне пришлось быть в пенсионном фонде, они говорят, извините, но справка придет в электронном формате. Уже не будет бумажной. Бумага очень дорого стоит. А в то время еще дороже стоила, потому что вот папирус, на котором писался, он дорого стоил, чтобы его сделать, его произвести, и чернила, которыми писались, они легко стирались. И для того, чтобы обновить и новую запись написать, стоило просто чернила стереть, и можно было опять использовать. Но здесь Господь говорит, истребил, истребил, то есть уничтожил полностью, не просто взяли и стерли, а полностью истребил, удалил. Братья и сестры, вот что сделал Господь, своею смертью. Вот почему так важна смерть Господа. Отнял силы у начальств и властей, и властно поверх их позору, восторжествовав над ними собою. Братья и сестры, отнял, отнял, то есть не оставил ничего тому, у которого были какие-то аргументы против тебя. Он тебя отнял и сказал, ты мой. Ты теперь мой. Братья и сестры, если мы обратим внимание на начало этого послания к Колоссянам, апостол Павел тоже очень много говорит о жертве Иисуса Христа, очень много говорит о том, какие мы были бывшими. Вот первая глава с 21 стиха. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Только смерть Господа Иисуса Христа дала нам такую возможность теперь предстать перед Ним неповинными, непорочными. Но еще не это не все. Он пишет дальше, что тайна, которая была сокрыта от веков, для всех это непонятная тайна, теперь ныне открытая вам. А в чем заключается эта тайна? Которая есть Христос в вас упование славы. Он не только истребил, он не только разрушил все дела дьявола и истребил рукописание, которое о нас писалось, не только отнял силы у властей, что теперь они не могут не могут никак воздействовать на меня. Почему? А потому что Господь во мне. Братья и сестры, вот эта сила, которая теперь во мне есть, она дает мне возможность не грешить, не пребывать во грехе. Святой это тот, кто не причастен ко греху. Это не говорит о том, что он не может не грешить. Нет, он может согрешить, но он не причастен. Это не его сущность, это не его характер, это не его вот теперь природа, совершенно иная природа. Нет ничего общего у тьмы со светом. Нет ничего общего. Господь смертью Своею Он даровал тебе прощение грехов, очищение от всякого греха сделал в тебя святым непорочным пред Собою представив сам поселившись в тебя. Это все дала смерть Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, но это все факты, это все утверждения, о которых мы сейчас с вами прочитали в этом тексте Писания. Но что мне сегодня в практической жизни, как мне смерть Господню возвещать? Ибо когда мы едим хлеб си и пьем учащусь по факту мы сегодня здесь это будем делать, да? Утверждать, что Господь Иисус Христос, Он умер и воскрес. Тут написано восторжествовал Собою. То есть победа произошла над смертью, над адом, над дьяволом, разрушены все дела дьявола. И мы в эту победу вошли. братья и сёстры, как практически нам каждый день. Нам нужно каждый день помнить о том великом подвиге, который сделал для нас Господь Иисус Христос. Одну историю я себе записал. эта история, которая произошла в 31 июля 1941 года в концлагере Освенсен. Это произошло. Сбежал один заключенный. И в отместку этого гестапо произвело такой суд нечестный и несправедливый. Они произвольно выбрали из всего количества людей, которые там находились 10 человек и сказали за того человека, который убежал, вы будете казнены. И вот когда этих людей выбрали, выставили их перед собою, один из людей, которого звали Франциск, он вскричал «Бедная моя жена и дети!» И в этот момент из шеренги, в которой стояли люди, сняв свои очки, один человек закричал и говорит «За него я хочу пойти!» Этого человека звали Максимилиан Колбе. Это был лютеранский священник. Он сказал «У этого человека есть семья, жена и дети, а у меня нет никого. Можно я пойду вместо него». На удивление всех нацисты, они приняли решение «Хорошо, пусть он заходит в ряды, а ты пойдешь за место него». Произошла казнь. Вместо этого человека пошел на суд другой. Спустя много времени, спустя 41 год, в 82 году, на площади святого Петра в Риме, смерть Максимилиана Колбы была освящена перед 150 тысячами людей, великим множеством кардиналов и архиепископами, и среди них вышел этот человек, Франциск, со своей женой и с пятью своими детьми и внуками. И он свидетельствовал о том, что вот наша жизнь, жизнь вот стольких людей она зависела от того одного человека, который пошел и положил свою жизнь за место него. Братья и сестры, история говорит о том, что этот человек, Франциск, он прожил 93 года, и везде, где он мог, он везде возвещал об этом подвиге этого лютеранского священника. Он считался своим долгом, чтобы возвещать и говорить то, что сделал этот человек. Во всех газетах написана была история, во всех телепередачах он выступал и говорил, что сделал этот человек и какой ценой он теперь сегодня живет. Братья и сестры, Господь Иисус Христос, он сделал несравненно больше, чем один этот священник. Этот священник положил свою душу ради одного, а Господь Иисус Христос положил свою душу ради каждого человека на этой земле, ради тебя и меня. И теперь каждый день своей жизни я должен помнить об этом подвиге и каждый день возвещать эту смерть. Каким образом? В первую очередь своей жизнью. Я не могу идти опять теми путями, чтобы опять обо мне писалась долговая записка. Почему? А потому что за меня цена дорогая заплачена. Я не могу идти и теперь так жить. А второе, как этот человек, Франциск, который положил свою жизнь для того, чтобы теперь возвещать и говорить о том подвиге. Братья и сестры, мы должны возвещать этому миру, свидетельствовать о Господе нашем Иисусе Христе, возвещать, не молчать, не должно быть у нас молчаливым христианством. Мы должны идти и возвещать все, что может рука твоя по силам делать. Делай. Можешь делать доброе дело. Делай. Можешь раздать газету. Делай. Можешь подарить Евангелие, побеседовать с человеком. Делай это дело. Возвещай о Господе Иисусе Христе в практической своей жизни. Иди и говори об этом, потому что велика и дорога цена, заплаченная за тебя, это цена смерти Господа Иисуса Христа. А вот как это в практической жизни. Возвеличивать Иисуса Христа в своей жизни, превозносить Его, это не я. Все, что я имею, это Господь. Все, что я сегодня имею и живу, это Господь. Та прошлая жизнь, это жизнь без Бога, а сегодня это жизнь в Боге. Господь живет во мне, и теперь я живу для Него. И апостол Павел, продолжая эту мысль, в третьей главе послания Колоссянам, с первого стиха, как кульминацию, пишет, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Если моя жизнь каждый день со Христом, то моя жизнь это и есть Христос. И Христос когда явится, Он каждого из нас возьмет к себе. Вы заметили, братья и сестры, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И когда явится Христос, жизнь ваша, и тогда и вы явитесь с Ним во славе, тогда уже не нужно будет возвещать свет Господню, доколе Он придет. Братья и сестры, я хочу пригласить всех нас к молитве, чтобы мы с вами вместе помолились и поблагодарили Господа о том, что Он Своею смертью приобрел каждого из нас, заплатив драгоценную, дорогую цену кровью Своей пролитой. И мы сегодня в неоплатном долгу перед Ним. Попросим у Него силы, чтобы Он дал нам мудрость жить и поступать для Него каждый день, живя Его жизнью, живя тем, как Он хочет, чтобы Он радовался, глядя на нас, чтобы наша жизнь, она была свята, непорочна, какую Он хочет видеть перед Собою. А тот, кто, может быть, еще не имеет этой жизни, не имеет вот этой полноты жизни с Богом, о которой мы сейчас прочитали, что Христос поселяется в твою жизнь и дает тебе возможность побеждать грех, быть победителем. Если в твоей жизни нету сегодня победы, ты неполноценно живешь, то тебе нужно попросить прощения и принять Господа в свое сердце. И Господь войдет и наведет там свой порядок, божественный порядок, и даст тебе силы быть победителем. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok